Парижский музей В Париже между двумя войнами существовало около 20 русских домов высокой моды. Некоторые из них были домами-однодневками и существовали всего лишь 2-3 сезона, другие продержались по 5, 8, 10 лет, а некоторые жили четверть века. Мы начнем наш рассказ и сегодня с забытых домов высокой моды, которые создали русские эмигранты. Париж давно заслужил себе право называться столицей мировой моды. Это случилось еще в эпоху монархической Франции, когда в Версале царствовал двор Людовика XIV. Позднее, в XIX веке, в Париже поселился прославленный английский создатель моды Чарльз Фредерик Уорд, который стал отцом высокой моды как таковой. В 1900-е годы многие русские клиентки одевались в Уорта, а на протяжении всей истории этого дома три русские императрицы были его постоянными заказчицами. Модели 1900-х годов, сделанные с корсетом, состоящие из длинных юбок, украшенных кружевами, вышивками и богатыми отделками, привлекали взоры многих мужчин. Моды сильно изменились в Париже в эпоху Первой мировой войны, когда Поль Пуаре удалил корсет и создал юбки наподобие тех, что вы видите на экране, навеянные идеями Бакста из дягилевских русских сезонов. Позднее, попав в эмиграцию, многие русские портнихи, белошвейки и закройщицы решили организовать свои собственные небольшие ателье, некоторые из которых стали знаменитыми домами моды уже в 20-е годы. Некоторые из этих эмигрантских домов моды занимались только вечерними платьями, другие шили пальто, третьи занимались бельем или, скажем, платьями дневными, некоторые занимались исключительно шляпами, которые были в большом ходу в России и в дореволюционное время. Благодаря изысканному прирожденному вкусу, чувству меры и изящным цветовым сочетаниям многие русские дома моды снискали благосклонное внимание парижской изысканной публики. Парижская портниха Наталья Петровна-Булговская, первая принявшая меня в Париже и подавшая мне идею написания моей книги, так-то сказала. В Париже все, кому был не лень, стали открывать дома высокой моды. Иногда это были титулованные аристократы очень больших и громких имен. Романовы, Трубецкие, Аболенские, Юсуповой. А иногда более простые люди, профессиональные портнихи, закройщицы или люди, которые в России до эмиграции не имели никакого отношения к высокой моде. Люди с большим состоянием снимали замечательные дворцы, а более скромные – вот такие помещения, на парадных лестницах которых они и устраивали свои первые показы моды. В доме 108 по бульвару Осман, пробитом в самом центре Парижа, архитектором эпохи Наполеона III, открыла свой модный дом и ателье княгиня Урусова, прокоровительствовавшая искусственному шелку Рейон. Удивительно, что в Парижском музее моды и костюма во дворце в галерах сохранился ее платье и костюм, подписанный ее именем, на ярлыке которого написан именно этот адрес дома, в дверях которого мы сейчас с вами находимся. Княгиня любила фольклорную, народную направленность в своих моделях. Ей нравилось стилизовать русские народные вышивки, стиль, прямые формы, линии. И, конечно же, она очень потакала стилю 20-х годов. Низкие линии талии, прямые силуэты было одним из ее кредо. Дом, как и многие другие русские дома моды, обанкротились во время американского краха 1925 года. Но эпоха ее успеха падает именно на вторую половину 20-х годов. Дом на улице Птишан, совсем рядом с Вандомской площадью, был местом, где располагалось ателье Марии Новицкой, знаменитый в 1920-е годы создательницы женских пижам и купальных костюмов. Именно домашняя одежда стала самой главной специализацией дома Марии Новицкой. Широкие китайского типа атласные панталоны, туники, которые так хорошо нам показаны в кадрах кинохроники того же времени, говорят о неувидаемой молодости идей Марии Новицкой. Дальневосточные мотивы в пижамах и халатах были характерной чертой всей моды 20-х годов, когда интерес к Шанхаю был особенно высоким. Шелк, атлас, блестящие поверхности говорили о том влиянии, которое оказало китайское искусство и на русских мастеров этой поры. Контрастные сочетания, интересные вышивки и отделки – все это составляло секрет творчества Марии Новицкой. Ее слава была велика не только во Франции, но и в США, куда она отправилась после своего парижского триумфа. Ее любимой моделью в 1920-е годы была знаменитая дягилевская балерина Вера Немчинова, которая не раз была фотографирована журналами «Вог» и «Харперс Базар» для рекламы дома Новицкой. А сейчас мы перенесемся с вами в одну из парижских консерваторий, которая расположена по адресу 114 бульвар Мальзерб, где ранее располагался русский дом моды, которым руководила графиня Орлова Давыдова. Он так и назывался – дом моды. Сейчас это здание сохранило все элементы декорома той эпохи, когда здесь работали русские эмигранты. А звуки музыки будут постоянно сопровождать наш визит в это замечательное здание. Мы с вами в замечательном особняке в стиле исторического эклектизма, который построил французский архитектор в конце XIX века по заказу высокого французского аристократа и герцога. Именно в нем обосновался русский дом моды МОД, который составил себе славу в Париже в начале 20-х годов. Стиль архитектуры, его витражи, мрамор, мозаики, сочетание старой позолоты, резного дерева создавало неуловимый аромат петербургского уюта, старого шика и имперской роскоши, которая ушла в небытие вместе с отходом русской аристократии в эмиграцию. Именно в этом здании предприимчивые русские аристократки решили снять свой дом моды для того, чтобы его антураж, стены и создаваемое впечатление приглашало сюда клиентов, создавало замечательный аромат роскоши, который вторил прелести моделей, которые создавались в этом доме. Особенно прославился дом мод своими тканями, которые создавались часто по рисунку князя Юрия Львовича Дундукова из Единого – человека большого вкуса, талантливого рисовальщика и глубокого знатока старинных стилей, автора специальных узорчатых тканей, которые затем из дома мод покупались многими парижскими большими модными предприятиями. Дом мод, залы которого сохранились до сих пор, был открыт в Париже графиней Орловой Денисовой вместе со своей сестрой, госпожой Заграфу. Идеи моделей черпались не только из сегодняшнего дня, но часто из прошлого. Кавказская прошлая семьи отразила, безусловно, важный отпечаток на характере изделий. Вот что об этом доме писал в 1925 году «Французский современник». Оригинальность их рисунков, вдохновленных старинными орнаментами русских, коптов, египтян, персов и китайцев, а также стойкость и яркость употребляемых красителей, позволили им достичь блистательного успеха у французских и иностранных клиентов. Именно кавказские дома моды занимали особенное место среди русских домов. Их называли русскими только потому, что Кавказ в ту пору принадлежал очень прочно Российской империи. Среди особенно важных домов, созданных выходцами из Кавказа, надо назвать дом Пьера Питоева, дом Кавказский, или Куказьян по-французски, и дом Анар, который принадлежал кавказскому князю Арбелову. Знаменитая русская художница Наталья Гончарова также работала для моды. Домом, в котором служила она, автором замечательных моделей, исполненных в технике аппликации, был дом Мирбор. Работы Гончаровой для Мирбора забытая и замечательно красивая страница в жизни этой талантливой художницы, супруги Михаила Ларионова. Они были выполнены в чисто театральной технике, которая приближала стиль Мирбор к стилю театральных мастерских дягилевских русских сезонов. Кроме мелких и забытых сейчас почти всеми домов моды, созданными эмигрантами, следует отметить также и более крупные и успешные предприятия. Золотая осень 1921 года в Париже. Три подруги, бывшие москвички, решают, по примеру других беженок, открыть модное дело. Их фамилии были зашифрованы в аббревиатуре названия дома. Та-О. Т для Трубецкой, О для Аболенской и А для Аненковой. Все они, талантливые, молодые, одарённые, были дружны ещё по Москве. Трубецкие с Аболенскими были в непосредственном родстве, жили летом всегда в имении Узкое под Москвой, и, попав в Париж, они решают не порывать ни с дружбой, ни с родством, и продолжить вместе совместное художественное начинание. Модное заведение, которое две княжны, Трубецкая и Аболенская, открывают сперва на улице Санто-Норе в Париже, а затем переезжают на авеню Опера в дом номер 32, прямо против модного дома Пакен, недалеко от парижской большой оперы. По-видимому, план создания модного ателье Тао возник у хозяек ещё в Константинополе, так как, прибыв в Париж после вынужденного отъезда из Турции, дамы очень скоро приступили к его осуществлению. Для начала Любовь Петровна Аболенская пошла на курсы кройки и шитья, чтобы лучше узнать дело. Полученные знания помогли им в дальнейшей работе в мире моды. Муж Любовь Петровны Аболенской, князь Алексей Александрович, хорошо играл на скрипке и пел, а его супруга прекрасно аккомпанировала ему на фортепиано, так как в детстве училась музыке у профессора Лешетинского. В эмиграции музыкальные способности князю очень пригодились. Он аккомпанировал на модных показах дома Тао, играл на музыкальных вечерах и вскоре стал учеником знаменитой австралийской сопрано Нелли Мельба. В салонах дома Тао разделение труда было построено следующим образом. Мария Аненкова занималась исключительно творчеством. Княгиня Любовь Петровна Аболенская вела бухгалтерию, а швейным производством заведовала княгиня Марья Сергеевна Трубецкая. В Тао шили белье, делали верхние вещи, а топ-моделью стала для них также их родственница, замечательная девушка, уникальной тургеневской дворянской красоты с профилем камеи, Мария Белевская. Мария Белевская принадлежала также к очень древнему роду России и была даже проднена с Романовыми. Среди клиенток дома Тао особенно много было полик. Не только княгиней знаменитой семьи Радзивил, но и также жены министров правительства маршала Пилсудского постоянно заказывали платье в этом предприятии. Княгиня Абалянская уехала в Нью-Йорк в 1928 году к мужу. Так закрылось семейное предприятие Тао в Париже. Дом Поль-Каре принадлежал леди Эрджертон, урожденной княжне Лобановой Ростовской. Род Лобановых Ростовских – один из самых древних княжеских родов России. Среди предков леди Эрджертон были не только Рюрик, но и князь Игорь, Владимир Киевский и Владимир Мономах. Вся линия ее предков позволила ей, оперевшись на знания истории, открыть очень редкий дом с уникальной специализацией. Она творила для полных и пожилых дам. Княжна Ольга Николаевна Лобанова-Ростовская родилась в Тульской губернии в 1863 году и к моменту открытия дома была уже пожилой женщиной. Стиль Поль-Каре скрадывал часто полные фигуры, маскировал их талии, использовал длинные трены в вечерних платьях, характерные вышивки, женские смокинги, а также трены для платьев в 30-е годы. Знаменитый журнал моды ВОГ часто писал о работах дома Поль-Каре на своих страницах. Перед вами одно из платьев 19-го года в моей коллекции, которая сделана из очень легкого лино-батиста и отделанного простой вышивкой тамбурным швом в черно-белой гамме. По окончании Первой мировой войны нарядные ткани для выходных платьев стали большой редкостью. Вот почему в такую моду вошла вышивка. Часто очень простая, исполненная в славянском колорите, напоминающая румынские, карпатские, гуцульские, украинские или русские вышивки. Подобного рода отделки использовались как в зимних, так и в летних туалетах. Топ-моделью в доме Поль-Каре была знаменитая русская актриса Мария Киева, которая часто фотографировалась в платьях этого дома. В 1929 году знаменитая маньянщица Эльмисхан Баженова перекупила дом Поль-Каре и закрыла это предприятие в 1931 году. Бывшая балерина императорского Мариинского театра в Санкт-Петербурге Антонина Рафаиловна Нестеровская также устроила в Париже модное заведение. Еще во время революции Антонина Рафаиловна вышла замуж за князя Гавриила Константиновича Романова. Эта маленькая солистка Мариинского театра познакомилась с князем на дне рождения у прима-балерины Матильды Кшесинской и полюбила своего будущего супруга навеки. В те годы балерины считались подходящими партиями для любовных авантюр, но не для великосветских браков. Тем не менее, ее супруг Гавриил Константинович позволил своей супруге носить новый титул княгине Романовской-Стрельнинской на память о их первой встрече в Стрельне. Модных идей у Антонины Рафаиловны было не слишком много, поэтому она больше прибегала к копированию моделей больших парижских домов. Они распарывали модели, купленные в хороших магазинах, и переделывали их на свой лад. Несмотря на это, дом продержался несколько лет, но не слишком долго, хотя в 1925 году о нем очень похвально отзывалась пресса. Вы найдете там роскошные туалеты, отмеченные печатью самого рафинированного парижского вкуса по самым низким ценам. Это суждение очень красноречиво говорит о характере работы в этом доме. Возможно, самой яркой и запоминающейся судьбой в этом калейдоскопе имен и событий является судьба князя Феликса Юсупова и его супруги, княгини Ирины Александровны Юсуповой, урожденной Романовой. Так как финансовые проблемы Юсупова в конец расстроили семейные дела, Феликс Юсупов решился на отважный поступок. Он, наподобие многих других русских эмигрантов, открыл в Париже свой модный дом, дом Ир-Фе, название которого было составлено из начальных букв имен хозяев Ирина, Ир и Феликс-Фе. Дом Ир-Фе Ирины и Феликса Юсуповых существовал с 1924 по 1931 год в Париже. И если в России эта семья была богатейшей, то в Париже им пришлось снять помещение в этом не очень красивом доме на втором этаже. Именно здесь был отделан с большим вкусом и изыском салон Феликса Ирины Юсуповых. Их дом привлекал к себе многих иностранных клиентов. Многие клиентки, особенно американки, рвались попасть сюда, в дом Феликса Юсупова, так как им очень хотелось повстречать самого князя-убийцу. Убийцу, конечно же, Распутина. Из-за этого убийства Юсупов стал одиозной фигурой в эмиграции. Но начиная с 1925 года, практически весь персонал дома состоял у него из русских эмигрантов. Кроме самих Юсуповых, в нем работал родной брат Ирины, 25-летний князь Никита Александрович Романов, вместе с супругой, княжной Марии Иларионовной Воронцовой-Дашковой, в замужестве Романовской. В доме Ирфе создавались модели самых различных направлений. От вечерних до спортивных платьев или манто, отделных эмеха. Успех Ирфе был огромен в Париже в 20-е годы. Его клиентами были и француженки, и иностранки. Они стремились побывать у князя и заказать себе туалеты, например, для скачек, которые были так популярны в 20-е годы. У Ирфе шились также косоворотки и кокошники в стиле а-ля Рюс, популярном в эту эпоху. Белье также было специализацией дома Ирфе. Модели создавались в технике наколки, которая производилась прямо на живом манекене. Сама красавица супруга Ирина Юсупова часто позировала для ведущих фотографов своего периода для того, чтобы эти фотографии были опубликованы в журналах Harper's Bazaar или Vogue. Популярность Ирины Юсуповой как красавицы непревзойденного качества были огромными. Не только платья, но и духи существовали в доме Ирфе. Феликс разделял запахи по цветам волос своих клиентов. Он создал запах для блондинок, брюнеток, рыжих и седоволосых. Все запахи отличались терпким восточным ароматом. Были запоминающимися эссенциями. Он производил также специальные шампуни для ванн. Дело Ирфе находилось не только в Париже, но у него был также магазин в Берлине и в Лондоне. У Феликса и Ирины была дочь, которая вышла замуж впоследствии за графа Шереметьева. Сегодня мы встретимся с их внучкой, госпожой Ксении Сфирис, а также замечательным свидетелем успеха и поражения жизни дома Ирфе княгиней Татьяны Иларионовны Миттерних. Она в детстве бывала и живала в доме у Феликса Исупова, знала хорошо всю семью и может поведать нам много интересных подробностей. Нам страшно нравились духи, чудные духи. И нам давали маленькие флакончики тоже. И это было очень красиво, это было все очень элегантно, очень красиво. И он всегда все давал, князь Феликс все раздавал, всем. И в конце концов, хотя у них было известно такое состояние за границей, это исчезло очень скоро, они всем давали. И когда в конце концов его все записали в доме, так он давал им шампанский пить этим французским весенним, он сказал, все равно все ваше, господа, пока не было приятное свидание. Мой дедушка ненавидел кошельки, он презирал их. Он всегда клал свои деньги просто в конвертик. И иногда его конверт становился грязным, старым. И вот однажды, после завтрака с моим дедушкой и бабушкой, Феликс спросил меня, мы сейчас выйдем вместе, и я куплю тебе, Ксения, твои первые туфли на каблуке. Бабушка удивилась, разве это не деньги, которые остались у нас только до конца месяца. Мне совершенно все равно, сказал Феликс. Я должен быть первым мужчиной, который купит своей внучке туфли на каблуке. Вот именно поэтому я всегда испытывала чувство радости, когда находилась вместе с моим дедушкой и бабушкой. Я никогда еще не видела Читы более счастливой, чем мои бабушка и дедушка. Их характер был совершенно непохожим. то, что не хватало в характере одной, находилось в характере другого. Мой дедушка был веселым, он иногда нервничал. Никогда его расстройства не длились слишком долго. Все люди радовались встрече с ним. Это объясняет его шарм. Моя бабушка была очень закрытым, скромным человеком, как и все Романовы. мне кажется, что все Романовы очень скромны. Ну, конечно, есть такие, которые не очень скромны, но все-таки почти что все Романовы очень скромные люди. Моя бабушка была замечательным, добрым человеком, но закрытой к людям, видимо, из-за своей скромности, из-за своего характера. Она была как героиня из сказки. Она была очень красивой, очень спокойной, очень милой, с таким немножко хритким голосом, как у Романов вообще часто бывало. И она была невероятно красивой. Это вы замечали совершенно. Но немножко не от мира всего. Как из сказки совершенно. И она была одета тоже иначе, не как другие люди. Турбант и такие... Другая одежда. очень элегантные по-своему. Они были как близнецы. Знаете, как бывает такие вдруг сходства даже физические. Это не было, никакого другого впечатления не было. И из-за этого... Потом после убийства Распутина все-таки что-то изменилось. И моя мать его знала с детства. Они были очень дружны. Из Крыма еще. Они вместе играли, они были детьми. Мой отец не поощрял этим убийством. Он говорит, убивать нельзя, так что он был... Услышать, этого не особенно одобрял. Но раз эта дружба состояла от всего времени, он очень любил старую княгиню Юсупову, которая прелестная была женщина. Очень милая, очень добрая. Да, Зинаида. Княгиня Бу мы ее назвали. Почему? Потому что ее внучка называла ее Бу. А мы выезжали к княгиню Бу. И когда я была... Мне 18 лет было, я очень заболела в Париже. Тогда я к ней поехала. И она меня взяла к себе. Я лежала на одном диване, она на другом. И тогда она мне рассказала все свои эти странные сны, которые она всю жизнь имела о самых страшных происшествиях в России. И она этому не верила. Она думала, это просто, чтобы знала бы она, что она бы не поощралась, не была слишком избалована всем, что ей случилось. Но она всегда имел эти как будто странные сны. Она сказала, столько лет после революции больше их не было. А вдруг снова. Она мне тогда рассказала, мне было 18 лет, она мне сказала, я вдруг вижу себя, входя в Дмитрий дворец, Александр Второй, который был ее опекуном, открыл свои руки и сказала, «Enfin vous voilà! Наконец вы вернулись!» И она, кажется, скоро умерла. Что побудило Феликса и Ирину открыть дом Модерфе? Нужда или каприз? Вместе. И каприз, и нужда. И нужда, конечно, они были очень, я думаю, непрагматичны, даже они эти деньги в конце концов потеряли. Но вкус тоже, невероятный вкус. У него было все, что можно себе представить, как креативный человек. И они все рисовали чудо, мы тоже рисовали детьми у них. И княгиня Ирина чудно рисовала. Очень такие странные рисунки, у меня осталось многие, я хотела бы их сдать. Меня ей подарили. И такие чудные, такие очень вырисованные, изящные. и Бебе тоже рисовал, мы все рисовали вместе. И Феликс после смерти или убийства Распутина, он вдруг сделает невероятные, противные, чудно выделенные картины. Какие-то чудовищные картины, которые потом его дочь продала. Она сказала, она их не выносила. Когда мне исполнилось 16 лет, я впервые увидела эти чудовища, рисунки моего дедушки. Они были проданы сразу после его кончины моей матерью Ириной Феликсовной. Она не могла их переносить. Когда мы обедали, они висели прямо в столовой вокруг нас. И мы решили, как только скончается дедушка, мы сразу их продадим. У него было очень много идей, но он никогда не знал, с какого конца к ним подступиться. Он никогда не знал, как их реализовать. Все люди, которые работали вместе с ним, тоже не знали, как реализовать его идеи. Поэтому он начинал все, не зная, как это надо по-настоящему сделать. Когда он создавал свои платья, он хотел их продавать в других городах, и разорился. Разорился. У него не было никакого представления о деньгах. Он не знал, чего они. У него был такой бзик, как оригинальность, конечно. Но все это на очень высоком уровне. Большим манерам, ничего не было такого халтурного или вулкарного не было вокруг него. Но оригинально да. Как вы объясняете эксцентризм князя Феликса? Это было подходящее к тому времени, до первой мировой войны. первой войны. Он выдумал всякие моды, которые вошли в моду. Черные ковры и очень светлые мебели. Он тогда выдумал. Он очень влиял на вкус общий вокруг себя. Потому что у него невероятно хороший вкус, конечно. И он сам был вскрыт. И он артистом. Конечно, безалаберность Феликса Юсупова, его разгульный образ жизни и особенно широта натуры, так как он никогда не отказывал в деньгах никому, не позволили дому просуществовать слишком долго. Только после полного разорения Феликс смог произнести сакраментальную фразу. Увы, я понял, что не создан для коммерции. Несколько времени спустя Феликс попытается объединить дома Ирфе и Итеб в одно швейное предприятие, которое также разорилось. Так печально окончилась еще одна финансовая авантюра некогда богатейшего человека всей России, князя Феликса Юсупова. Тем не менее, дом Ирфе Юсупова был не единственным предприятием, которые были организованы русскими эмигрантами в Париже, центре мировой моды. В следующей серии вы узнаете о других модных домах, которые существовали в период между двумя войнами в этом замечательном городе столицы Франции. Франции Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!